Проблемный участок дороги на Таранца-Ларина в Петропавловске отремонтируют к ноябрю этого года. На эти цели в краевом бюджете предусмотрели 50 миллионов рублей по инициативе председателя Заксобрания региона Ирины Унтиловой. На выездном совещании обсудили технические характеристики будущей дороги, сроки её строительства и создание удобных условий для жителей микрорайона Северо-Восток во время работ. Поправками в краевой бюджет 2022 года удалось внести дополнительные деньги на строительство этого участка дороги. Сегодня 50 миллионов выделено для того, чтобы вот этот участок дороги не столь большой, 350-400 метров, но прям вот такой как заноза был отремонтирован, приведен в соответствие в безопасное, комфортное, благоустроенное состояние. Вот сегодня мы собрались здесь вместе с главой города Петропавловска-Камчатского и обсудили сроки начала реализации проекта, обсудили наполнение этого проекта и насколько качественно, быстро мы будем контролировать, чтобы этот проект вошёл в действие. Предварительно в третьей декаде апреля объявят конкурс на определение подрядчика. Ориентировочно 15 мая может состояться подписание контракта, а ближе к 1 июня начнутся работы. По плану это будет двухполосная дорога с тротуарами, с освещением, ну и с необходимыми канализационными, ливневой канализацией для отведения воды. Протяжённость её будет чуть более 300 метров. Это такая временная мера, ну временная лет на пять мера, чтобы, конечно, подобного, как сейчас мы не наблюдали. Константин Брызгин добавил, когда будут понятны глобальные стратегические планы по развитию дорожной сети в этой части Петропавловска, власти вернутся к дальнейшему благоустройству. Средств выделено достаточно, даже мы немного так имеем экономию пока, но всё будет зависеть от тех условий, которые мы получим от ресурсоснабжающих организаций и тех работ, которые нужно будет предварительно выполнить для того, чтобы дорожное полотно установить здесь. На встрече отметили, что на подрядчика ляжет серьёзная ответственность за успешное строительство долгожданной дороги. Вот хотелось бы обратиться прямо к подрядчикам. Кто имеет только ручку и стол, не выходите на конкурс. Ну правда, пожалеете людей, детей, живущих в этом районе. Выходите те, кто имеет опыт работы на наших камчатских дорогах. Хороший, положительный опыт. И вас будут все вспоминать с благодарностью. Один из жителей Северо-Востока, Вячеслав Юрьев, поделился своим мнением по поводу ремонта дороги. Он рад, что вопрос двинулся с мёртвой точки. Эта дорога 10 лет не может никак построиться. Мы видим, да, вот проградированная весной, что здесь творится, ни пройти, ни проехать. По плану дорогу сдадут в конце октября – начале ноября 2022 года. То есть мы предполагаем, что здесь будут и дорога, и тротуары, и освещение. Насколько это возможно сделать, максимально не расширяя эту площадку, не создавая неудобства соседним домам. Но вместе с тем старые покосившиеся какие-то заборы и необходимую площадь придётся очищать. Это условия строительства дороги. Потому что если мы хотим ходить по комфортным, ухоженным дорогам, то, конечно, придётся частично потерпеть и, может быть, чуть потесниться. Напомним, что на встрече с горожанами в декабре прошлого года Ирина Унтилова заверила, что приложит все усилия, чтобы решить наболевшую проблему с ремонтом дороги.